Здравствуйте, уважаемые коллеги, президиум. Мне очень приятно, что меня пригласили, это очень почетно, на такую серьезную конференцию. И мне бы хотелось поделиться своим опытом, который накоплен уже за 12 лет моей работы в постановительном центре «Огонек». У нас за год проходит примерно полторы тысячи пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата и треть этих пациентов со сколиозом. Тема, основная научная тема нашего центра – это изучение теологии патогенеза идиопатического сколиоза и разработка эффективных методов профилактики и лечения данного заболевания у детей. И хотел бы рассказать о книге, которую Михаил Георгиевич написал. Там основные наши работы представлены. Я не просила, дорогие мосты. Я знаю, Михаил Георгиевич, но просто очень много интересного вы найдете, подчеркнете именно с этой книги. Я совершенно, совсем немножко скажу о распространенности, потому что очень много говорили уже сегодня. Подавляющее число авторов сходится во мнении, что сколиоз – самое распространенное заболевание позвоночного столба у детей. Несмотря на развитие вертебрологии в наше время, все равно 70-90% сколиоза является идиопатическим. И тот самый бесспорный факт, что он развивается в процессе роста ребенка, говорит о том, что мы, детские педиатры и ортопеды, должны заниматься этой проблемой. И еще один бесспорный факт, что каждый третий пациент со сколиозом имеет прогрессирующее течение, которое приводит именно к развитию вот этой сколиотической болезни, которая сопровождается нарушением функций органов и систем организма, является причиной тяжелых физических и моральных страданий пациента и приводит к ранней инвалидизации больных и значительному сокращению длительности их жизни. И акцент сделаю в моем докладе именно на функциональные проблемы при данной патологии. Я буду говорить сегодня о типичном сколиозе, о лордосколиозе, который самый грозный, имеет грозное течение, прогрессирующее течение. Его не так много, но они есть, частота представлена на слайде. И хочу еще раз сказать, что трехплоскостная деформация позвоночного столба приводит к такой же трехплоскостной деформации всего туловища пациента. И вот какие же симптомы сколиотической болезни мы рассматриваем и обязательно должны рассматривать у наших больных? Это ограничение функций позвоночника. Это уменьшение подвижности и гибкости позвоночника и грудной клетки. Отсюда дыхательная и сердечная недостаточность, косметический дефект, диспропорциональность тела, а также болевой синдром в более взрослом возрасте, снижение физической работоспособности, это очень важно. А также, конечно, психосоциальное расстройство у наших пациентов. Клинический вид, это вы все понимаете, знаете. А вот на сагитальном профиле хотелось бы мне остановиться подробнее. К нам поступает много пациентов, и мы видим в зависимости от типа сколиоза, вида распространенности, другие протяженности, мы видим разные виды сагитальной плоскости изменения профиля. Это плоская спина, вплоть до парадоксального сагитального профиля. То есть мы здесь видим, что у пациента грудной лордоз и поясничный кифоз формировался. Также мы видим, что у других наших пациентов появляется такое изменение сагитального профиля, когда вершина лордоза смещается в пояснично-крестцовую область. Обязательно осматриваем наших пациентов на выявление подвижности позвоночника, и мы видим контрактуры поясничного отдела. Когда я, это наше исследование, мы смотрели, обязательно проверяем подвижность поясничного отдела. Мы видим, что при увеличении деформации ограничивается подвижность поясничного отдела позвоночника и грудного. А при ношении жесткого корсета более двух лет, мы видим, что практически у 100% детей идет ограничение подвижности позвоночника. Значит, страдает функция позвоночника. Также дыхательная функция у наших пациентов страдает. При трехплоскостной деформации грудной клетки это приводит к застойным явлениям в легких на фоне уменьшения подвижности грудной клетки. Да, и также появляется в литературе данное, что некоторые корсеты ухудшают дыхательную функцию наших пациентов. Мы об этом знаем. Мы провели исследование, мы смотрели жизненную емкость легких по спирометрии. И также мы обнаружили, что при увеличении деформации больше 45 градусов происходит и уменьшение жизненных объемов легких. И также отмечу, что при ношении корсета больше двух лет некоторых конструкций корсета также идет снижение жизненной емкости легких. Боль при сколиозе, по литературным данным, у пациентов 20-30 лет, боль развивается, а в 40 лет она увеличивается в 3 раза по сравнению с людьми, у которых нет сколиоза. Такие причины описывают, причины этих болей многофакторные. Но одной из причин называется это выпрямление физиологических изгибов позвоночника, а именно особенно смещение вершины лордоза из его физиологического уровня в пояснично-крестцовый. Инвалидность. Выход на инвалидность у пациентов описывается с 28 лет при нетяжелых формах сколиоза. И средняя продолжительность жизни у таких пациентов 40 лет. И 12% больных инвалидности получают в трудоспособном возрасте. И умирают пациенты при тяжелых сколиозах примерно 12% от осложнений со стороны сердца и легких. Психосоциальные проблемы тоже у наших пациентов выявляются. По литературным данным, 51% имеют нервно-психические срывы пациенты наши. Это дети 11-14 лет, подростковый возраст. Поэтому необходимо нашим пациентам включать работу с психологом и заниматься профориентацией этих подростков. Какие же абсолютные цели стоят перед нами, когда мы видим, когда к нам приходит пациент? Когда мы начинаем лечение, мы должны обязательно достигнуть этих целей. Это улучшить косметику и качество жизни пациента. Нам необходимо уменьшить инвалидность и боль. И, конечно же, избежать хирургической операции. И какие же задачи мы выполняем? Мы должны остановить или замедлить прогрессирование. Мы должны скорректировать деформацию, имеющуюся уже. Или достигнуть стабилизации коррекции. И мы должны сохранить функции кардиореспираторного комплекса и всего позвоночного столба. А что же хочет наш пациент, наши девчонки, которые приходят к нам на прием? Они хотят иметь красивое тело. Они хотят жить без боли и свободно двигаться. И вот в этой схеме патогенеза я с лечебной гимнастикой хотела бы спросить, могу ли я лечебной гимнастикой повлиять на возникновение сколиоза? Ну, наверное, нет. Конечно, нет. Но повлиять на одну из звеньев патогенеза мы бы хотели. И я постараюсь доказать, что это возможно средствами лечебной гимнастикой. Итак, закон Гютера Фолькмана. Я скажу еще раз, потому что мои пациенты знают его. Вот, которые отходят от меня, уходят после моих занятий, они знают этот закон. Я всегда говорю, нагружаемая сторона вашего позвоночника не растет. Зоны роста там не растут, да, позвоночник не растет. А ненагружаемая сторона растет. И чисто механически мы с вами, там, девочки, родители, мы должны добиться, прервать этот порочный круг, мы должны остановить прогрессирование деформации и улучшить, и снизить темпы прогрессирования сколиоза. И не добиться вот такой, да, 3D-клиновидности позвонков, которые мы видим на рентгенограммах, если время упущено. И в этой схеме лечения сколиоза, да, краситирование и специальная гимнастика, они выделены вместе, вы видите, да. То есть это противостояние закону Гютера Фолькмана. И первое, что есть в Европе и сейчас у нас, это именно специальная гимнастика. Это первый шаг. Именно вот на этом этапе, в комплексном лечении сколиоза. И какие же эффекты этой асимметричной нагрузки? Вы видите пациента, стрелочками обозначили, обозначена та вектор боковой силы, которая появляется при прогрессировании деформации. И это приводит к смещению позвонков во фронтальной, горизонтальной плоскости, и что приводит к постуральному дисбалансу всего тела. А наш организм очень умный, он включает свои механизмы уже компенсации этого процесса. Меняется мышечный дисбаланс тела, меняется ходьба, дыхание. И ходьба, и дыхание, они становятся патологическими. И это тоже включает уже тот порочный круг, что усугубляет уже имеющуюся деформацию. Вот эти изменения постуры, вертикализации мы видим, когда оцениваем наше тело в трех плоскостях при компьютерной оптической топографии. Мы делаем нашим пациентам стабилометрию, выявляем там перераспределение давления массы тела на стопы. То есть проблемы в устойчивости, вертикализации тела появляются. Также, конечно, нарушение электромиографических показателей выявляется у наших детей. Таким образом, логично, что до окончания процесса роста, пока позвоночник, позвонки еще имеют возможность расти, нам необходимо устранить ту самую симметричную нагрузку на позвонки путем механического приложения максимальных корригирующих воздействий. То есть нам необходимо разорвать порочный круг. И задачи, которые мы решаем на лечебной гимнастике, которые приведут к этому, мы пытаемся этого достичь. То есть мы предотвращаем компрессирующие силы, связанные с пассивным положением тела. Мы ослабиваем мышечный дисбаланс. Мы предотвращаем асимметричные торсионные силы, возникающие при ходьбе. И мы вырабатываем динамические доторсионные силы с использованием дыхательных механизмов. Все это возможно сделать при лечебной гимнастике. Но это не лечебная физкультура. Это не та лечебная физкультура, которую принято считать в наше время. Это специальная лечебная гимнастика. Я бы даже назвала это постуральная лечебная гимнастика. Это лечение положения, можно так сказать. Какие же мы и знаем, и какие по литературным данным, методики лечебной гимнастики при лечении сколиоза применяются? В Польше это Добашевич метод, в Италии это Лионеза метод, есть метод Сайдшифт, в России это Коптейлин, Кон и Катарина Шрот в Германии. У всех этих методов есть плюсы, есть минусы. Но самым изучаемым и самым клинически исследованным методом является методика Катарина Шрот. Почему мы? Мы сначала захотели посмотреть, что есть в мире и изучили всю литературу по данному вопросу. И нашли, что именно применение Шрот метода возможно снизить темпы прогрессирования деформации в полтора раза и уменьшить симптомы заболевания. Эти все статьи есть, они присутствуют в интернете. Гимнастикой Шрот метода можно снизить риск необходимости ношения корсета. У не сильно прогрессирующих сколиозов при начальных степенях сколиоза. У тех детей, которые отказываются носить корсеты или делать какие-либо операции. Также доказано, что при помощи этой гимнастики можно увеличить подвижность грудной клетки и жизненную емкость легких, улучшить косметический эффект, уменьшить болевой синдром и психологические расстройства. Немного историй, совсем чуть-чуть остановлюсь. Это Катарина Шрот. Сто лет назад она основала клинику в Бадзебренхаме в Германии. Она до сих пор есть, существует. Там проходят лечение дети со сколиозом. Находятся они там от 4 до 6 недель. И целый день занимаются лечебной гимнастикой. Это Криста Шрот, ее дочка, которая описала всю теорию и практику. Вот в этой книге она доступна, везде продается. И там именно история развития этого метода. Какие же основные особенности Шрот-метода? Врач или инструктор по лечебной гимнастике обучает пациента трехмерной пастуральной коррекцией тела при помощи своих рычагов, своих мышц. Используется асимметричное ротационное дыхание. Обязательный компонент этой гимнастики. Дальше обучается пациента поддерживать вот этот вот дисбаланс тела в ежедневной деятельности. То есть пациент сам должен исправлять себя в течение дня. Эта гимнастика была очень актуальна в течение этого времени, пока не пришли на смену хорошие 3D корригирующие корсеты. Но и то в континентальной Европе никто не назначает корсет без специальной корригирующей гимнастики. Это первый шаг в развитии, в лечении сколиоза. Два слова. Чем отличается эта гимнастика? Что Катарина Шротт, как она нам объясняла эту методику? Она объясняет в литературе. Как она разделила наше все тело на блоки? Если нет искривления, если центральная ось, наш позвоночник прямой, наши блоки, наше тело симметрично, минимальная нагрузка на мышцы, на позвоночник. Если идет уже деформация, мы видим, как смещаются наши блоки во фронтальных и горизонтальных плоскостях. И постепенно наши прямоугольные участки тела сначала становятся трапециевидными, а потом клиновидными. И вот эта же схема положена в основу изготовления корсетов шином. Катарина Шротт дала нам функциональную классификацию типов сколиоза. Она разделяла 4 вида. Трехдужный сколиоз, компенсированный. Трехдужный сколиоз, декомпенсированный. Четырехдужный сколиоз и поясничный сколиоз, как отдельный вид. Дальше шло время, шла корсетная эра, пришла. В Европе накопилось уже свое видение, свои результаты. У нас уже есть свои результаты. И вот по данным литературы, которые также достаточно в интернете и в книгах, мы постоянно стали, специалисты стали говорить о том, что плоская спина является главной проблемой при лечении детей с диабетическим сколиозом. И также есть доказательства, что необходимо приложение сагитальных сил для коррекции сколиотической деформации в трех плоскостях. Это важная плоскость, которую нужно не забывать и коррегировать как в корсетном лечении, так и в лечебной гимнастике. И также есть доказательства, что некоторые конструкции корсетов могут приводить к ухудшению сагитального профиля пациента. И также есть тоже доказательства, которые я буду говорить сегодня этой методике, что упражнение в коррекции сагитального профиля улучшает эффект лечения сколиоза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...